Не знаю, сколько ему дадут. Все-таки я давно с ним не общался. Я последний раз с ним разговаривал, наверное, в году в 2009. До этого у меня, конечно, были с ним приятельские, такие дружеские отношения. Мы довольно сильно разошлись во взглядах, но я никакого злорадства, конечно, не испытываю сейчас. Сейчас, глядя на то, как вот он сидит в этой камере, глядя на весь этот процесс, показания свидетелей, он, я так понимаю, испытывает довольно серьезные проблемы со здоровьем. Ну, я не знаю, что там произошло. Вот все люди, которые вот в этих материалах, их фамилии, они мне не так много говорят, я с ними даже ни с кем не знаком. Все эти события уже произошли после того, как я уехал. Я могу сказать только одно, что, конечно, жаль, что Белыха поглотила эту систему и жаль, что он не ушел вот в 2013 году. Когда, ну, вот вы видите, да, фотографии Аксенова, и вот он, ну, вот он вроде был все время таким демократичным, оппозиционным губернатором, а потом все-таки, ну, с волками жить по волчьей выйти. Он вот со всеми этими гнусными персонажами начал играть в какие-то свои игры, дружить, показательно так дружить, и постоянно рассказывал о том, как вот гражданское общество тоже ошибается, и зачем вы ругаете власть, и считал, наверное, что это делает его каким-то таким, ну, неприкасаемым. Жаль, что такое получилось. Наверное, если бы он ушел из этой власти в 2013 году, то, наверное, таких, этого не произошло с ним, что произошло. Ну, с другой стороны, с вход рубль, а выход два, я не знаю, насколько вообще можно было уйти оттуда. Но так или иначе, я очень, конечно, сожалею. Я надеюсь, что не очень какой-то большой срок получит он. Он уже два года, по-моему, сидит в СИЗО, и могу выразить, конечно, только большое-большое сожаление по поводу того, что с ним произошло. Спасибо. Спасибо.